Привет, друзья! Сегодня будет немного необычное видео, но я уверен, что оно вам понравится. Так что устраивайтесь поудобнее и поехали! Это несомненно необычная собака, которой многие исследователи с удовольствием уделили бы большое внимание. Этот самолет не летает на высоте более 20000 метров, но с земли может показаться, что он способен покорять еще большие высоты. Первая встреча очень важна, но, возможно, он торопился показать свои таланты сразу. Только беспилотник может снять извержение вулкана ближе. Любые попытки приблизиться к вулкану черебаты расплавлением камеры и ожогами. Есть что-то завораживающее во взлете и посадке огромного самолета, особенно когда посадка происходит прямо над городом. Если вы наткнетесь на такое яйцо, есть несколько вариантов. Вы можете позвонить на местный телеканал или приготовить незабываемый омлет. Люди хотят не просто вкусной еды, они хотят насладиться шоу. После такого пицца должна быть еще лучше. Очень важно найти свой путь в жизни. Они точно выполнили свой план на сегодня. Как видите, один точный расчет может упростить жизнь и сэкономить много времени. Похоже, что его отец был в прошлом хорошим спортсменом. Гавайские закаты определенно должны стать восьмым чудом света. Процесс их работы выглядит очень эпично. С такой активной собакой прогулка по подвесному мосту кажется довольно опасной. Рыбы быстрее голубей, когда им нужно добраться до места, где они могут поесть. Экзотические домашние животные могут стать отличными, но очень непредсказуемыми охранниками. Этот парень снял уникальное метеорологическое явление – дождь, который накрыл небольшой участок дороги, площадь которого составляет всего несколько квадратных метров. Вспышки света из-за многочисленных молний очень пугающие, но от неба невозможно оторвать взгляд. Мы не хотим приближаться к этому месту не потому, что здесь огромная трещина. Причина – в очереди, которая образовалась здесь. Главное, что он сумел долететь, и его не сдуло ветром, иначе это могло бы вызвать пожар. Медуза хватала воздух, как будто он был самым вкусным лакомством. После тяжелого дня не только люди хотят расслабиться и забыть о своих проблемах. Наблюдая за их слаженными действиями, мы понимаем, что они делают это не в первый раз. Только в Норвегии музыкальное сопровождение может быть исполнено железобетонной крышкой. Любопытно, какие мысли и чувства испытывает человек, решивший залезть на дерево. Должно быть, ночью было очень холодно. Люди могут придумать множество способов создать что-то очень красивое и оригинальное. Велосипедист буквально погрузился в осень. Подводный мир малоизучен и чрезвычайно интересен. Эти люди работают как муравьи. Интересно, что ими движет? Какая элегантная лошадь. Согласны? Это тот случай, когда взмах руки помогает взлететь еще выше. Он воплощает в себе фразу «все свое ношу с собой». Жертвы лесных пожаров должны быть спасены таким образом. Даже если это дерево пришлось спилить, это не приведет к гибели других деревьев. Обычно все поздравляют с победой исключительно гонщика, забывая о том, сколько людей помогали ему в этом. Экстремально низкие температуры и сильные порывы ветра не обещают спокойствия и уюта. Современный мир предлагает огромный выбор транспортных средств. Он выбрал очень оригинальное, но очень медленное. Этот код мог бы стать отличным оператором колл-центра. Похоже, что тормоза были наполовину неисправны. Хорошо, что хотя бы не передние тормоза. Это должно отпугнуть всех обитателей подземного мира и расчистить путь для дальнейшей работы. Когда вы видите, как кто-то делает что-то подобное в носках, то можете быть уверены, что это профессионал в этом деле. Дети только учатся покорять водные просторы, поэтому послушно следуют за своей матерью. По всей видимости, в этом районе произошел большой сбор птиц, но после того, как их нашли, птицы быстро начали разбегаться. Мама заслужила минуту уединения, в то время как дети нашли тепло и безопасность в другом месте. Водители его машину можно смело отправлять в космос. Он и на Земле ведет себя так, будто гравитации не существует. Так выглядит толпа людей, отправившихся в долгожданный отпуск. Мы не хотели бы, чтобы он смотрел нам в глаза. Интересно, они тренируются, чтобы поддержать себя в форме? Это их свободное время или они готовятся к какому-то шоу? Кажется, они что-то замышляют и приступили к реализации тщательно продуманного плана. Интересно, что огорчило эту рыбку? Лес таинственен и опасен. У разных народов есть свои легенды и мифы о его хранителях и зловещих обитателях. Нередко можно услышать рассказы о том, что там видели бродячую девушку. Но как только кто-то пытается позвать ее, она скрывалась в диких зарослях. Постоянные тренировки, много сил и труда позволяют спортсменам создавать нечто впечатляющее. За все в жизни приходится платить. А на что вы готовы пойти ради вкусного меда? Типичный мультяшный дождь переместился на улицу вполне реального города. За жизнью известных личностей пристально следят миллионы поклонников по всему миру. Стоит только оступиться, надеть неудачное платье или выбрать неправильные слова для публичной речи, и это станет темой для общественного обсуждения. Крайне редко можно увидеть чудесное явление мурмурации и вместе с ним синхронное движение стада овец. Скажите честно, вы тоже думали, что такое бывает только в мультфильмах? Недаром говорят, что внешность обманчива. Она такая же милая, как и опасная. Это парень, который делает работу для всей команды. Будем надеяться, что остальные хотя бы оценят это. Даже те, кто ничего не знает рыбалки, смогут здесь реализовать свое желание поймать рыбу. С другой стороны, наверняка найдутся и те, у кого ничего не получится. В подводном мире есть такие места, где некуда упасть яблоку и где настоящие пробки. С восторгом наблюдаете за тем, как умный хаски, получив лакомство от курьера, вежливо закрывает дверь и оставляет того в недоумении. При попытке украсть бензопилу, спрятав ее в штанах, эта воровка сделала уморительное и сомнительное модное заявление. Самоуверенность – это медленный, коварный убийца. Ребенок всегда найдет способ попасть в неприятности. Ну вот, как я и обещал, видео было интересным. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok